Здравствуйте! В эфире программа «Ныне» – обзор событий города и района в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. Роспотребнадзор информирует – вы не правы, если не знаете своих прав. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дадут разъяснения по интересующим вам вопросам. «Мамино молоко» – самое лучшее. Всемирная неделя грудного вскармливания проводится для улучшения здоровья детей во всем мире. На этой неделе Ахтубинск облетело страшное известие об убийстве одной из жительниц города Юлии Москаленковой. Вчера состоялись ее похороны. С девушкой простились родные, а также многочисленные друзья, в памяти которых она останется человеком с очень добрым сердцем и необычно красивым голосом, которым Юлия не уставала радовать поклонников вокального искусства. То, что произошло в городе во вторник, 4 августа, шокировало Ахтубинцев. На территории средней общеобразовательной школы номер 1 было найдено тело девушки со следами насильственной смерти. Полицейские установили личность убитой. Ею оказалась 24-летняя Юлия Москаленкова. На следующий день случившееся прокомментировал представитель Следственного комитета. По данному факту Ахтубинским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 5 УК РФ, то есть убийство. Вечером 4 августа был задержан предполагаемый, точнее по подозрению в убийстве был задержан 24-летний житель города Ахтубинска. И в ходе следствия также установлено, что в ночь на 4 августа компания молодых людей распивала спиртные напитки в кафе города Ахтубинск. Где непосредственно по окончании уже распития молодой человек пошел провожать девушку. По пути следования между ними возник конфликт, в ходе которого молодой человек стал наносить беспорядочный удар руками и ногами в область головы и туловище девушки. В результате полученных телесных повреждений девушка скончалась на месте. А парень с целью сокрытия следов преступления перенес тело, оттащил на территорию школы номер 1. Подозреваемый в совершении данного преступления ранее неоднократно судим. В городе Юлию многие знали, как хорошую вокалистку. Занятия пением для девушки были любимыми с детства. Об этом вспоминают педагоги бывшей школы номер 7, а также культурно-досугового центра, где Юлия постигала азы вокального мастерства и даже успела немного поработать после двух лет учебы на отделении вокального искусства Волгоградского музыкального колледжа. Она неоднократно принимала участие в различных творческих мероприятиях и конкурсах. На голосах Ахтубинского в 2012 году заняла третье место с песней «Любовь настала». Песня «Любовь настала» 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 Спустя год Юлия вновь штурмовала местный вокальный Олимп и стала победителем конкурса. Вчера родные, близкие и друзья девушки проводили ее в последний путь, вспоминая, что была она очень добрым, доверчивым человеком. Какой была сама, таким видела и мир вокруг себя. Добрым, прекрасным, полным чудес, таких как любовь и музыка. Ахтубинские предприниматели приняли участие в семинаре на тему формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, действующей на территории Астраханской области. Инициатором и ведущим мероприятием выступило региональное министерство экономического развития. Подробнее у Елены Печенко. Предпринимательство является важным сектором рыночной экономики Астраханской области. Потому его развитие способствует решению не только социальных проблем, но и служит основой экономического подъема Астраханской области. В условиях недостатка бюджетных средств государственная поддержка малого и среднего предпринимательства требует максимального задействования механизмов внебюджетного финансирования через привлечение к этой работе кредитно-финансовых институтов, лизинговых, консалтинговых, страховых и иных компаний на условиях совместной работы на конкурсной основе. О том, какое кредитное обеспечение может предложить предпринимателям банковская система, присутствовавшим довела до сведения начальник отдела малого бизнеса операционного офиса Астраханский банка ВТБ-24. Информация была достаточно интересной, но в Ахтубинске филиала этого финансового учреждения нет и при необходимом контакте клиентам придется обращаться в Астрахань или Волгоград. К тому же для начинающих предпринимателей работать с банками проблематично, так как залогового имущества у них нет и тут на помощь им может прийти Астраханский залоговый фонд. Это является региональной гарантийной организацией. По-простому вы берете, оформляете кредитную зарядку в банке. Банк обеспечивает, естественно, свои риски и говорит, вот представьте мне сельхозтехнику, либо там залог чего-то, либо то-то, либо то-то. То есть банк, как можно, набирает в себе обеспечение, чтобы быть уверенным в том, что если в дно что-то не пойдет, он заберет, реализует такое залоговое обеспечение. В случае нехватки залогового обеспечения, соответственно, банк уменьшает сумму, ну, заемщику необходимо, допустим, ну, грубо говоря, там, столько он хочет. А на это ему не хватает обеспечения. Соответственно, наша организация является поручителем от имени. Далеко не все предприниматели знают, что финансовая поддержка может быть и безвозмездной. И, тем не менее, это реалии сегодняшнего дня. В Министерстве экономического развития Астраханской области позаботились, чтобы финансовый кризис не тормозил развитие бизнеса. Грантовая поддержка оказывается начинающим предпринимателям, которые зарегистрированы менее года на территории Астраханской области, в частности, на территории вашего района. Для того, чтобы получить грант, вам необходимо предоставить документы, которые подтверждают ваши затраты уже произведенные. Ваш бизнес может быть любого направления, за исключением, собственно, торговли. То есть это может быть производство, строительство, услуги. В принципе, ограничений здесь практически никаких нет. К тому времени, когда вы подаетесь заявку к нам, вы должны уже произвести какие-то затраты на организацию вашего бизнеса. Какие это могут быть затраты? Это может быть оборудование, какая-то специализированная техника, возможно, мебель, офисная техника. То есть, ну, собственно, за исключением оборотных средств. Затраты, как я сказала, уже должны быть совершены к моменту подачи документов. Поддержка оказывается в сумме до 300 тысяч рублей в размере 2-3 от понесенных затрат по перечню. В декабре 2010 года по решению губернатора в Астраханской области был создан Центр микрофинансирования для поддержки малого и среднего предпринимательства. Руководитель этого центра Ирина Азарова говорит, что за годы работы выдано уже более 900 займов стоимостью от 8 до 10% годовых. Вся информация, представленная областными специалистами, была весьма полезной. К тому же, здесь можно было получить индивидуальную консультацию по интересующим вопросам. В завершении семинара презентацию продукции собственного производства присутствующим представил Смадияр Туркенов. Выпуск ароматической соли для ванн он освоил два года назад и вот теперь запустил новое производство – это рыбные снеки. В прошлом году приобрел франшизу по производству рыбных снеков, рыбных соломок, соломки рыбные, вяленые. Значит, стоимость франшизы где-то порядка 5 миллионов рублей, 5,5 миллионов рублей. Два учредителя, я и мой товарищ. В качестве, будем говорить, организации производства было, я еще раз повторяю, взять на технологии раскрученный бренд уже. И на сегодняшний день, значит, по этой франшизе работает порядка четырех предприятий по России. Смадияр Туркенов работает сам и дает работу другим. Сейчас у него на производстве трудится 15 человек, и это еще не предел. Главное – найти рынок сбыта. Кстати, это проблема для всех производителей. Предприниматель из поселка Нижний Баскунчак благодарит районную власть за поддержку и надеется на дальнейшее сотрудничество. Роспотребнадзор защищает права потребителя. Судя по многочисленным заявкам, эта государственная структура довольно востребована среди жителей города. Зачастую жалобы ахтубинцев касаются нарушения в работе предприятий торговли и общепита, складирования мусора и отходов на прилегающем к предприятиям территориях и не только. Развитие темы в репортаже Ольги Лемайкиной. Прошу четвертую власть разобраться с безобразием. Письмо такого содержания недавно пришло к нам на телестудию. С 1 апреля в России запретили использовать старые бытовые баллоны для жиженого газа. Николай Пивоваров жалуется. Работники газозаправочной станции сами привозят отработанные емкости и бракуют их на следующий привоз. Никаких справок по словам заявителя по данному вопросу в службе, где заправляли газ, ему не дали. А вот как прокомментировали ситуацию в службе по защите прав потребителей. Если услуга оказывается неправильна, некачественна, а это называется некачественное исполнение услуги, когда мне баллон 2015 года, меняют на баллон 1978 года. Это что? Я вот здесь вижу, допустим, две статьи. Это может быть одна статья 14.7. Это обман потребителя. Дайте мне тот баллон, потому что я потом не уверена, вернется ко мне этот баллон или не вернется. Вы мне будете потом требовать. Отдайте мне тот же баллон, если уж требования предъявляются ко всем потребителям, значит, одномоментно предъявляете требования ко всем. Или статья 14.4, часть 1. Это нарушение правил оказания услуг. В общем, не надо обманывать. Поэтому, если будут такие обманы, граждане сначала пишут претензии, что меня обманули, пишут тому, кто оказал некачественную услугу. Я считаю, что это некачественная услуга. Пишут претензии, что я требую у вас, во-первых, возвратить мой баллон, наполненный баллон, потому что я без газа, конечно, не могу. Сегодня как раз вопрос этот решали. Что я должна сделать? Отказаться от баллона, остаться без газа? Они обязаны в этот же день привезти баллон нормальный. Пишем претензию. А уж если на претензию не реагируют, то писать нам жалобу, что меня обманывают. И мы, соответственно, будем принимать меры административного воздействия либо за обман, либо за нарушение договора, который существует между потребителем и исполнителем данной услуги. Еще раз повторю, штрафные санкции на предпринимателя от 10 тысяч, а если это юридическое лицо, это, видимо, юридическое лицо, то ставки повышаются от 30 тысяч и выше. Для того, чтобы Николаю Пиловарову быстрее избавиться от проблемы, ему необходимо перенаправить письмо в федеральную службу. Жалоба регистрируется в течение трех дней, которая нам дается для того, чтобы правильно рассмотреть ее, определить, к какой сфере все-таки она относится. Наша это жалоба, или ее необходимо перенаправить в течение 7 дней, мы обязаны перенаправить ее куда. Или необходимо предварительно провести какие-нибудь лабораторные испытания, для того, чтобы все-таки убедиться, что это за жалоба, действительно она имеет место, или выехать на территорию до того, как мы ее зарегистрируем, выехать на территорию и посмотреть, будем мы ее регистрировать, или это все-таки не наша компетенция. Вот три дня мы ее, в течение трех дней мы ее регистрируем, а потом в течение 30 дней у нас есть срок для того, чтобы разобраться с этой жалобой и дать потребителю, или лицу, обратившемуся к нам, ответ. По Ахтуберскому району потребительских жалоб в Роспотребнадзор с начала года насчитывается около 30. Жалобы бывают всякие и разные, начиная от жалоб на соседа, который вырыл септик или яму, возле, да, кончая там, допустим, такие жалобы были, купил телефон, потом с ним прыгнул в бассейн, а сказали, что он вот такой. И, ну, в общем, жалобы бывают разноплановые. Вот все, что касается, все, что на вас смотрят, конечно же, люди и тут совсем, потому что считают, что раз защищают права потребителей, значит, мы должны как бы знать все и обо всем. 60% всех вопросов заканчивается разъяснением федеральной службы. Конечно, основная наша задача – это выявлять право нарушения и пресекать их, если мы выявим какие-либо нарушения законодательства. Вот в этом наша задача. Ну, конечная наша цель как раз является, чтобы вот эта сфера была взаимоотношения между продавцом и исполнителем, да, была наиболее благоприятная для, прежде всего, для потребителей. По словам специалиста, защитой прав потребителей заявители остаются довольными, даже если человек не прав, ему всегда дадут компетентный ответ. Ведь каждый из нас должен знать свои права. Наши продавцы, кстати, очень хорошо знают закон, но они смотрят на потребителя. Если потребитель немножко не знает закона, да, или он видит, что он попал на того, на то лицо, которое слабо владеет вот этим законодательством, то право продавца, конечно, втолкнуть этот товар, здесь в данном случае протянуть время. И поэтому вот потребителям хочу сказать, что почаще заказы заглядывали в интернет, почаще знакомились с теми правами, которые у них и есть. Не стоит доводить ситуацию до конфликта, подчеркивает Наталья Андреева. Исполнитель и потребитель должны договориться. Уважаемые предприниматели, не доводите вот дело до жалоб, решайте все вопросы обоюдно, при обоюдном согласии с теми гражданами, которые приходят у вас. Они же вам несут деньги, да, это же ваша зарплата. Если какие-то вопросы возникают, конфликтные ситуации возникают на объекте, на объекте должен быть наш телефон, звонит либо потребитель, либо покупатель, либо продавец, если у него возникают вопросы, кто прав в данной ситуации, набирают наш номер, звонят, и мы сразу же даем консультацию, не доводя дело до взаимных оскорблений. А вот если разобраться в ситуации мирным путем не удалось, вы можете обратиться в Роспотребнадзор с жалобой на нарушение ваших прав со стороны продавца или исполнителя услуг. Территориальный отдел существует во всех районах Астраханской области, вот в частности здесь, поэтому любой житель города Ахтубинска или Ахтубинского района может как лично сюда прийти, на личный прием с 9 часов до 6 часов мы работаем, либо позвонить по телефону 521-55, это телефон горячей линии. Мраморное озеро – техногенный водоем, зародившийся неподалеку от поселка Нижний Баскунчак в позапрошлом веке во время разработки гипсового месторождения. Чистая вода, белый мягчайший кварцевый песок и лечебные грязи ежегодно привлекали большой поток туристов. Однако оценить природную красоту представлялось возможным только один раз в году. Для массового посещения озеро открывали в День строителя. Так было вплоть до прошлого года. Но сегодня, согласно постановлению Ростехнадзора, купание в водоеме на неопределенный срок запрещено. Всемирная неделя грудного вскармливания проводится с 1 по 7 августа по инициативе Всемирной организации здравоохранения более чем в 170 странах мира. Ее цель – информировать женщин о пользе грудного вскармливания для здоровья ребенка. Развитие темы у Елены Петченко. На картине голландского художника Питера де Хоха изображена молодая мама, которая достаточно обеспечена, чтобы нанять кормилицу. Но она кормит грудью малыша сама. Возможно, что современники воспринимали эту картину в том числе и как скрытый призыв. Даже если у вас есть деньги, кормите детей грудью, чтобы вырастить их здоровыми. Несколько веков назад, разумеется, никто не догадывался о генетике и химическом составе грудного молока. Большинство просто следовали идеалу материнства, коим являлась Пресвятая Дева Мария Богородица. Сегодня уже доказано наукой, что только в женском молоке нигде больше содержатся вещества для роста и дозревания головного мозга и нервной системы человеческого детеныша. И, как говорят специалисты, является гарантией формирования крепкого иммунитета в будущем. Грудное вскармливание для ребенка – это естественная пища, это и защитная среда для ребенка. Ребенок получает не только все необходимые питательные вещества, но и получает ряд ферментов, гормонов, необходимых для роста и развития ребенка, в том числе и головного мозга, интеллекта. Ребенок защищен от инфицирования, опять-таки повторюсь, и при том он получает антитела от мамы, которая болела какими-то инфекционными заболеваниями. Например, если мама переболела ветряной оспой, то у нее в организме вырабатываются антитела к этому заболеванию. Эти антитела передаются с грудным молоком своему ребеночку. Ребенок может болеть, но в очень легкой форме или вообще не болеть. Все попытки искусственно воспроизвести состав маминого молочка заранее обречены на неудачу. Высокие технологии здесь бессильны, как невозможно создать аналог человеческой крови. Не случайно именно белой кровью называли женское молоко в старину. А образ женщины-матери навечно запечатлен на полотнах известных художников всех времен и народов. О пользе материнского молока медики говорят и в женской консультации, и в акушерском отделении Ахтубинской районной больницы, и в детской консультации. Близнецы Маша и Настя – гордость молодой мамы Светланы Сведовской. На свет малышки появились пять дней назад и уже успели почувствовать вкус материнского молока. Кормлю, стараюсь. Конечно, собираюсь. Это обязательно. Грудное вскармливание – это, я считаю, что обязательно надо. Потому что это иммунитет, это здоровье деток. Так что без этого никак. Иногда молодые мамы считают, что у них недостаточно молока для вскармливания и переходят на смеси. Специалисты говорят, что не стоит торопиться отнимать ребенка от груди. Соблюдайте советы врача, и молоко обязательно появится. Грудное вскармливание полезно, удобно, хорошо, экономично. Главное – не бояться, не впадать в панику. Должна быть поддержка семьи, родственников, мужа. При поддержке медперсонала. Грудное вскармливание восстановится. И ребеночка можно кормить даже до двух лет. История знает примеры, когда детей грудным молоком кормили годами. Так поступали представители северных народов. Чтобы выжить в суровую стужу, малыш должен был быть крепким и здоровым. И таким его делало мамино молоко. Во второе воскресенье российские строители отмечают свой профессиональный праздник. Строить – это значит возводить и создавать. Жилые дома, здания для различных учреждений, мосты и другие объекты. Профессия строителя появилась вместе с человеческой цивилизацией. Прекрасные города и великие памятники архитектуры возводились руками строителей. И эту профессию по праву считают самой мирной и созидательной. В праздник приятно получать поздравления и подарки. Совет ветеранов Ахтубинского района, Совет ветеранов военно-строительных частей сердечно поздравляют рабочих и служащих, офицеров и всех ветеранов, строивших дома и объекты социальной сферы нашего города, а также объекты оборонного значения в гарнизоне. Мы присоединяемся к поздравлениям. Ну а в качестве небольшого презента – видеоролик на канале YouTube, который набрал десятки тысяч лайков. О профессии строителя устами ребенка. Меня зовут Карим. Я хочу стать строителем. Потому что строители делают домы. Они людям дают дом, квартиры и двери, диваны, шкафы, кровати, телевизоры, стеклы, балконы, печки, плита, стулья. Все они это строят для нас. Нравится строительство? Нравится? Строительность тебе такое... Как там называют смазку, одевают сварку, которая... На сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Приятных вам выходных. Всего доброго и до скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин